Подходит, значит, ко мне один, вот, тоже он лектор, сроед, врач. Он говорит, Юрий Андреевич, я у вас брал на прошлой выставке две или три банки, не помню сейчас. А он говорит, у меня, ну, поэтому это корректно, потому что мы не называем кто, множественные узлы в щитовидке. После двух либо трех банок почти нет. А до этого он пытался разными, вот совпало так? Ну, конечно, потому что он достаточно молодой организм, очищенный, все-таки сыроед, молодой парень, спорт, там, все. И вот хватило, казалось бы, еще одного фактора. Значит, что я вам скажу еще, второй случай. Вот он, да, так вот, и он говорит, я фокус две либо три банки пропил, я потом делал все УЗИ, в общем, все исследования, их почти не осталось. То есть, там что-то, ну, там две, то есть, он говорит, я был в шоке. Вот, причем, я разговаривал с другим человеком, ну, нашим, в общем, знакомым, Сергеем, а он говорит, вот сегодня, он говорит, мне тоже, вот как о чем-то фантастическом, он говорит, ну, потому что, действительно, это же не совсем простая вещь и тоже, так сказать, очень небезобидная. Ну, вот факт, а еще хотите факт интересный? Вот мне пишет эта женщина, у меня в блоге есть, раздел выразить благодарность. К моей маме, пишет она, 87 лет, ей была сделана операция там, ну, и она, ее выписали, фактически лежит, ничего не ест, нет, все, приготовилась, умирает. Я ее, говорит, встала, насильно поверив вот в это, поняв, посмотрев вашу лекцию вот с доктором вот этим, Сова, фамилия, Сова, Наукоград, Пущино, то, что мы снимали, вот создатели этой технологии, вот именно этого фокуса уникального. В общем, в коллоидные водорастворимые фокусы, все минералы, понимаете, малюши, которые на планете, все, от кремния, лития до йода, в хилатные ионы водорастворимые фокусы. Значит, он добился этой уникальной технологии СО2-экстракции вакуумной, то есть, без температурной. 40 лет над этим медицина работала, ученые биохимики, как вытащить из нерастворимой для организма ферментной системы человека клетчатки вот этой водорослей фокус, эти вещества. Только он, один человек на планете, смог это сделать. Ну, если это, фактически, Нобелевская премия, ну, конечно, кто даст, да, понятно. Так вот, но зато, что описывает эта женщина? Она говорит, я стала маму насильно кормить. Через два дня она встает и через неделю сама себе еду уже готовит. Из жизни, факт. И вот, вот, другой малый. То есть, и это бывает у кого-то, там чудо сразу, но чудо бывает не всегда. Ну, у всех. А теперь, вот представьте, что это значит. Представьте, что такое медицина и какая, вот, что, костная система Великобритании. Что они в результате? В Великобритании сейчас есть госчиновник, который следит за закупкой вот этого фокуса для клиник Великобритании по болезням ЖКТ. Представляете, что это значит? Это многое, что значит. Это факт. Поэтому вот это, я вам очень... Потому что это единственный, но стопроцентный способ, простой, из простых, единственный из простых, напитать весь организм наш быстро и просто всеми минералами, от дефицита которых у нас очень многие проблемы. Конечно, конечно. И вы берете столовую ложку, лучше такая схема, утром до еды, часа за полтора, вот прям две столовых ложки, запили водой, значит, тепленькой, да, все это. Можно в воде размешать, запить, как удобно. Их четыре вида, они отличаются по вкусу, потому что тут есть добавки, не все любят запах водорослей, некоторым противно. Есть курага, там, чуть-чуть ребенку подсластить, там, ну, вот с курагой, там. Ладно, а есть чистый, корректный, лучше всего, конечно, да. Ну, можно любой, не важно. Хорошо. И потом, до еды за 20-30 час, ну, в зависимости от того, что принимает, там, препараты, не препараты, или просто. Можно после еды через час, но не менее, чем за вот час, там, до еды. Еще два раза в день, то есть всего три раза в день, по столовой ложке с большим верхом. За полчаса до еды, да? Да, за полчаса, 20 минут, за час. Хорошо. Теперь, банка должна одному человеку, взрослому, уходить не более, чем за неделю. Подожди, две столовые ложки? В день получится всего либо три, либо четыре, потому что утром можно две ложки. Две, а потом по одной. И можно на ночь. Кстати, это еще энтеросорбент мощнейший, причем круглые сутки, не просто как в программе, там, вот, магнезия, кружка эсмарха, и потом, там, например, белая глина на ночь, там, ну, например, хорошая тема, калиновая белая глина, конечно, чтобы... И это круглые сутки будет сорбентом. Вот почему-то, с одной стороны, питание минералами, с другой, ядотоксинов, забирает, как губка. Живой продукт, уникальный продукт. Я не говорю про жирные тислоты, это сейчас главный минерал, потому что это дефицит, вот, тотальный. Дефицит страшнейший. Жирные минералы. Знаете, что было? Некоторые люди мне говорят, Юрий Ильич, а ничего, говорит, я не могу остановиться, некоторым противно, а некоторые говорят, я ем, вот, полбанки, а, наверное, банку в день. Я говорю, а ну-ка, сдайте волосы на анализ и по минералам посмотрите, что у вас. Некоторые, ну, не хочется лень, а кто сдавал, вот из этих людей, кто говорит, я полбанки съедаю сразу, в 20-30 раз некоторые дефицит, кремния, например, и так далее. В 20, а еще удивляются, волосы сыпятся, так у него кремния не хватает. В том числе, нет, есть разные причины, но в том числе, это же кремниевая антенна. Ну, это же дефицит. Так вот, так что вот представьте, это вот, казалось бы, так просто, да, это так просто. А в природе, ну, вы же сами знаете, все просто. Просто где мы найдем продукты, в которых содержатся те необходимые нам для жизни, меня, да еще мы же варим, жарим. Да, варим, жарим, вот, осадок в кастрюле или там в чайнике. Так минералы-то уже переходят в иной агрегатной стайне, они уже... Вы правы. Я только благодаря вас могу за все. Ну, и я вас благодарю за то, что вы, как говорится, приехали в гости. Красно, да. Все, что вы сказали, и мы сказали вдвоем. Да, важные темы подняли. Послужить просвещению народа. Точно. Согласен. Ну, и, конечно, я думаю, что вот обязательно приедете к нам. Это будет обязательно. С шоколадом, кто вот это пробует, он все. Это уже, так сказать, другого... Конечно. Это объективно. Потому что отреку он вкуснее обычного. Его, вот, знаете, ко мне подходили женщины, говорит, Юрий Ильич, мы... У меня ребенку, вот одна, лет 8 лет, сыну, он съел полкилограмма молочного шоколада, ну, за полчаса, сразу, быстро. Никаких проблем. Попробуйте это сделать с химическим, даже со... Все, кранты. Потому что здесь натуральная органическая фруктоза, которая виноградная сироп. Тут, так сказать, понятно только живые ингредиенты. Ничего не вареное, не жареное. Да, да, уникальная технология перетирки молекулярной, так сказать. И так, да. Ну, собственно, вы могли убедиться, все продукты у меня только такого... Вот помидоры, да, насколько вы... Я даже хочу сказать, что, как говорится, уже и на здоровье, потому что я рад, когда людям нравится для меня, так сказать, большое наслаждение делать такой продукт, от которого человеку хорошо. Оказывается, значит, вот вообще орех, орех, он вот в технологиях, ну, например, кедровый орех весь, который в России, говорит, даже сыроедный, он не сыроедный. Почему? В технологии производства его надо паром разогреть до 70 градусов, проварить фактически, чтобы кожура намятла. И специальный барабан, он просто это сдирает, вот такая технология. Сейчас есть альтернативная технология, у моих знакомых в Сибири поставили очень дорогой станок, очень дорогой. Но он при 37, у него другой принцип там ударов, микроударов, там, значит, он шелушивает, потом идет многослойная переборка. Ну, в общем, это вкус, вот как вот ты грызешь, и вот он же другой, нежели, так сказать, как очи. Не потому, что там окисляется, можно же в вакуумный пакет загнать и в холодильнике держать, ничего не будет окисляться. А потому, что он варен. И вот мы впервые сейчас презентуем настоящий сыроедный, впервые вообще его никто не пробовал, такой вот кедровый орех. Кстати, вот как раз моих партнеров, потому что все самому же не произвести, но зато вот как технологии объясниться. Вот сейчас приходят, кстати, вот они, например, вот это уникальное натуральное пихтовое масло производят. И это вот бутылка, вот эти 200 миллилитров, это примерно 100 килограмм пихтовой иглы. Вот, понюхте, какой-нибудь. И это мощнейший антисеп. А посмотрите, как, например, в баню на каменку, да, там, какая ароматерапия. Прыщи пошли, ну, я говорю, так раз, помазался человек, прям вот просто моментально. Это, ну, такой антисеп. А если дезинфекция воздуха, опять-таки, а с аэроионами, так это вообще, так сказать, это вот, это бальзам, это лечебная вещь. И вот у меня много таких партнеров, знакомых, которые производят чудесные продукты, которые мы можем поставлять, в том числе, вот мы говорили, ну, вашему сыну, вы же, так сказать, тоже, у вас клиенты, а они, ну, это все здоровье человека. Ну, да, да, давайте мне прайс-лист, что ли? Ну, да, конечно. Я вам дам оптовый прайс-лист, ну, и, соответственно, мы можем вот сотрудничать. Давайте, запишите нам этот телефон. Вот кедровый орех, цена его будет, ну, вот розничная цена, ну, порядка, вот этого уникального ореха, то есть сыроедного, действительно, очищенного, ну, порядка не более 2,5 тысяч за килограмм, что недорого для... Что вы говорите, баснословно. Ну, то есть, это за килограмм, 2,5 тысяч. Ну, я понимаю. То есть, это 100 грамм 250 рублей. Слушайте, это замечательно. Это совершенно недорого, правильно ли, Витя, совсем, для чистого очищения. Ой, и будет у нас такой продукт. Да, да, он уже есть, все, мы, Настя, сейчас заготовили шишки, вот меня специально просто привезли, сейчас идет шишка паданка, то есть, они собрали паданку, вот самые созревшие, лучшие, и они ее, в общем, вот эта технология сложная, многоступенчатая очистки, и, значит, орех, который сейчас я вам дам, попробую, в конечном счете, он получается такое же чистое очищенное ядро, но оно термически не обработано. Ну, вот это, конечно, очень ценно. И цена небольшая, то есть, она должна как бы дорожествовать, но за счет того, что в больших количествах, то есть, у нас есть бы, мы именно из-за количества, ну, чем больше производитель... Ну, количество – это закон экономики, конечно. Поэтому она останется такой, ну, оптовая цена, соответственно, там будет очень выгодная. Вот сейчас я дам вам попробовать, потому что, ну, как же, надо попробовать, так сказать, вот. Тем более, что, честно говоря, я и сам сейчас еще не пробовал. То есть, вот мы сейчас с вами, мне интересно как раз-то, что-то пришло, у меня сегодня... Собственно, Ирина Андреевич, они поэтому не могут получить больших результатов с органами, потому что у Хусейна это вручную, они откроют. Горсть, давайте-ка сейчас вот так тройте, мы прям и, может, как-нибудь, что-то там. Ой, я сюда. Отсыпьте, чтобы они... Ну-ка, и я, мне самому... Ух, как он в жиру прям висит. Да, смотри, какой масленистый. Ну. Нечего снять. Вот этот тот самый, он уж, вот обратите внимание, он прям как будто масло. Такой жирный. Потому что там при термообработке жиры конкурируются, и они... А здесь это вот как отжал, это прям вот, поэтому они в таких вакуумных упаковках, по полке, хранится в холодильниках, при нуле у нас. У него цвет другой. Он не окислил вообще, да, и к тому же, вот это единственный сыроедный в России. А когда можно? Берешь жизнь, девичь, такой. В принципе, уже сейчас, то есть у нас есть уже, это можно и сейчас. Ну, вам понятно, сейчас мы это... О, аж жир, кстати, на пленку. То есть, посмотрите, такого нет в других вакуумах. Нигде. Нигде, вы обратите, вы знаете. А я кедровое ряду одно изучаю. Здорово, видите, какая продукция? Видно? Я два дня назад с Марой Угашаком сидели пили чай, я говорю, хорошо, масло ваше пробовали, чесночное, оливковое. А, ну как? Я говорю, да прекрасно, я говорю, вот тут и оно, что я покупаю у Юрия Андреевича продукты, мне не нужно задумываться. У нас тут 20 лет уникальных масел. Доверяю. Конопляное. Из конопли, вот у меня сегодня одна женщина написала, Юрия Андреевича, вот мы купили где-то коноплю, она прогорклая. Должно так быть? Нет, я говорю, она не должна горчить, это как же масло льняное. Вот я масло принесла, Мария Угашаком, он говорит, у меня на подоконнике стоит горькое, а ваши пробуем? Конечно, потому что изначально сырье, это зависит от количества веек, от саживания чистого сырья, то есть у нас тут она зеленая конопля, вся одна к одной, а это же полезнейший продукт конопля. Причем если его на ночь замочить в воде, несколько раз воду слить, она набухнет, утром в блендер чуть-чуть меда, ну это просто, я не знаю, представляете, какой полезный продукт? Это такое про семечки, да? Это я про коноплю саму, семена, а масло конопляное, безусловно, на Руси-то и была конопля, лен, масло гунжутное на юге. И ели, и одежду шили. И, конечно, и одежду, и... Крапива, лен, и конопля. Конечно, и пенька, и конопля, ну как отруда, это вот экспортное, самое крепкое, в общем, что, рубашки шили, все, вот она экология, и дело, что... У меня сейчас есть знакомые, они, к сожалению, в России это утрачено, я надеюсь, восстановим. Чудеса. Из Китая, из Китая возят биоорганическую ткань из конопли. Вот, китайцы умные, до чего, позор нам, ну, так сказать, я надеюсь, мы восстановим. Я тоже надеюсь. Будет у меня очень интересный вебинар, ну, про ткань, материю и изделия, рубах, там, постельного белья. Вот у меня, например, там из льна, из натурального льна все. Шторы льняные, там, постельное, ну, вот это накровное белье, вот все, все, все. А это конопляные, тоже тема интереснейшая. Вот будут тоже, дорогие друзья, скоро увидите такие интересные встречи, беседы. Ну, а по продуктам, так сказать, ну, вот, в общем, я вот все, то есть принципиально любой человек видит отличия. Это вот можно, как говорится, вон, видите палец? Видим. Я просто только вот зачеркнул. Такое есть в любых, нету нигде, вы согласитесь, да? Согласен. А, не суши? Согласен. Нет, ну, это, как говорится, я так уж, может, на чувствах, но гордиться качественным продуктом. А, мы его чувствуем сами тоже. Нет, это слив. Вон я палец протер, он масло. Масло, масло, мы молодушки, да, конечно. Вот это другая принципиальная технология. Понимаете, друзья, если вы, вот такого не это, это вареный, но лучше брать живой. То есть, извините, это высокобелковый продукт? Высокобелковый продукт. А белок вареный, донатурированный белок. А донатурированный белок, попробуй собери. То есть, 70 это тот порог, когда разрушена первичная структура белка. То есть, соответственно, полная необратимая донатурация. Значит, соответственно, все. Ну, а это же полезно. Вот почему такая тяжесть, когда съедят много кедровых кашмаряй. Да. Белки вареные. Да. А этот, вот как с нашим шоколадом, не будет такого. Ну, конечно. Кстати, у нас жмых тоже живой, из которого берется вот этот кедровый лицетин. Ну, вот из жмых. В производстве шоколада. Почему молочный вкус вот такой уникальный, который он дал? А потому что там молочко глазерного овса, ячменя и вот кедрового жмыха. Вот дает комбинацию чудесный молочный вкус. Да, именно. Да, да, да. Да, неповторимый вкус. Неповторимый. И никто такой, конечно, не создаст. Потому что, ну, я просто скажу, только вот оборудование, которое мешает и производит вот этот шоколад. Ну, там сложные технологические станки стоят, вот этот сырой, при 25-35 градусах. А оно 10 миллионов рублей стоит. Ну, поэтому у нас и... Хорошо. О чем тут говорить? Подождите, какое тут, какие здесь масла, какое молочко, кедровое. Значит, три вида молочка. Кедровое. Глазерного овса, пророслое. Овса? Миндаля, а, пророслое. И кедровое. Ну, помимо этого, разумеется, какао-бобы, масло какао-бобы, ваниль натуральный сорт, бурбон из Мадагаскара, стручки. И вот все это вместе перемешивается на таких столах, вот такой круглый стол, только огромный, технологический. Корундовые шары такие, ну, каменные, по 3 килограмма веса каждой, из 300 штук, тонна почти, 900. И они крутятся, вот в этом молочном, который вы пробовали, да, они крутятся, сейчас я вам скажу, 72 часа. А вот для производства вот этого шоколада, сейчас я его... Подержите, чтобы... Вот эти, гранулы. Гранулы. Слушайте, а мы его не пробовали. Я вам специально сейчас 7 суток подряд. И там еще кокосовое масло, помимо чуть-чуть. Что это за вкус? Я просто... Аккуратненько сейчас. Вот это, гранулы. Попробуйте, вот этот шоколад. Попробуйте в коревом. Причем это все можно даже смешать, хотя это неправильно, но можно. Вот кедровый, белковый, пищевый, плохо не будет. Потому что идет такое быстрое усвоение и переваривание. Это абсолютно полностью живой продукт. Если в составе, конечно, из вареного миндаля, или как как американцы, или там арахиса, или ашпариного, или из кедра делают. Так ясно, что там будет смеси с углеводами быстрыми, так сказать, вареные белки дентурированные. Это, конечно, просто ужас. Мрак. Или из бактериоза, все, что хотите. Знаете, его легко отличить, потому что тот, который в магазинах лежит, орех, он... Да, да даже в биолавках. Он такой белесый. Вот белок, когда он окисляется... Это же молочный, чем плиточный. Чем молочный. Чем плиточный. Это называется экстра. Он элитный. Он, я говорю, особый замес. Причем еще нежное, органическое, кокосовое. Помимо какао-масла там. Хорош? Вот после этого люди уже не могут другой шоколад есть. Ну, вы понимаете, почему. Все понимаю. Вот так и наши продукты. Прекрасно. Пишите телефон. Да, сейчас запишем телефон. Пишите телефон, там дальше, узнайте его почту, вайбер, все, в общем, через телефон. А будет ферментированный на меду, значит, без варки, на определенной стадии собирать, там, почки, там, сосны, иначе... Вот мне сейчас идут эксперименты хранения, чтобы год хранилось, то есть, ну, да. И вот мне сейчас пришлют скоро, и в будущем году у нас будет уже промышленный сбор, ну, как промышленный, масштабный, я имею в виду, люди это собирают вручную, и все вручную. И это будет продукт, нельзя говорить аналогичным, гораздо полезнее, разумеется, вареных шишек, там уже, так сказать, мало что остается, но это будут вообще целебные продукты. Такие будут, как вот, ну, с медом, понимаете, да, то есть, в меду они за специальным образом. У меня вот хрен есть сейчас, мы из него хренодерку делаем, который больше года лежит, ферментируется в банках стеклянных, с солью гималайской, прорубленной там, и вот под прессами в холодильниках. И после, как мы делаем с ними эти, вот, с томатами, вот с этим, представляете, какая вкуснота получается, вот эта хренодерка. Просто... О, знаю, даже знаю. А, ну, вы же помните, да, наша хренодерка-то, да? Да, да, да. Ну, вот, так что, так, телефоны, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok